МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальные места региона, новые точки притяжения и туристические маршруты. Продолжается проект «Поехали», который знакомит жителей Самарской области с индустрией гостеприимства на родной земле. На этот раз журналисты и блогеры посетили сразу несколько увлекательных пространств. Корень жизни. Так звучит перевод с китайского слова «жиншень». А знаете ли вы, что уникальное лекарственное растение произрастает и в нашем регионе? В красивейшем селе Солнечная Поляна находится питомник жиншень. Именно здесь мы сейчас находимся и готовы делиться своими впечатлениями. 30 лет назад отец Антона Шнытко привез с Дальнего Востока корни жиншеня. С тех пор семья создала фермерское хозяйство и выращивает целебный корень здесь, на Самарской земле. Место у нас не закрытое. Экскурсии у нас проводятся спокойно и в частном порядке, и в коллективном. Кто-то ни разу никогда не видел вообще, как жиншень растет. Кому-то это интересно. Кто-то приезжает, хочет купить свежий корень. Есть такие люди. 80% они приезжают за продукцией. Культивируем мы уже наш местный жиншень. Он уже не дальневосточный, он по-волжски получается. Есть у него даже название жинчужина по-волжью. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений, а также Самарского медуниверситета изучили полезные свойства местного жиншеня и даже защитили несколько диссертаций на эту тему. Питомник небольшой, всего полгектара. Выращивать жиншень – процесс очень трудоемкий. В год корень прибавляет всего на 5 граммов. Официально в России жиншенем занимаются только два питомника. Вот этому корню 25 лет. Вырастить его – это огромный труд. И лечиться при помощи этой настойки можно в течение 3,5 лет. В Китае вообще у них есть такое поверье, оно очень давно. Прежде чем родить здорового ребенка, они пробивают курс жиншени. Ну, допустим, в Корее, в Китае, то есть жиншеня на экспорт очень много идет. Из России на экспорт жиншеня – ноль абсолютно. Наши фармацевты, они тоже закупают в Корее, в Китае. Все в аптеках – это их корни. Вот, у нас тоже уже есть несколько случаев, когда люди пробили курс около года, муж с женой совместно. Сейчас здоровые дети. Нас знаете, что радует больше всего? Когда к нам возвращаются люди, им благодарят за то, что корень их вылечил. В питомнике выращивают жиншень, делают из него настойки и порошок. Цена зависит от возраста корня. Чем корень старше, тем больше полезных свойств успел накопить. А чистый воздух и вода солнечной поляны прекрасно этому благоприятствуют. Нашей следующей точкой посещения стало село Ширяево. Селу Ширяево вот уже 400 лет. Одно из старейших сел на Волге. Оно расположено в крупнейшем овраге Самарской Луки, которое тянется вглубь Жигулей на 35 километров. Здесь собрано все, чем богата природа наших краев. Родники, скалы, каменистые степи, смешанные леса, березовые рощи и сосновые боры. Местные пейзажи вдохновляют и настраивают на творчество. Не случайно именно здесь, в Ширяево, проводят множество фестивалей. Ярко прошло открытие нового фестиваля Жигулевских гор. ПЕСНЯ Этот фестиваль Жигулевских гор под открытым небом проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Художники из Самары, Москвы, Воронежа, Новокуйбышевска проводят здесь бесплатные мастер-классы по арт-медитации и интуитивному творчеству. Художница Айгуль Туружбаева призывает почувствовать свободу. Она разработала уникальную методику по написанию картин в стиле абстракция в технике Джеймса Поллока. В чем концепция? Результат просто бомбический. У Михаила чувство вкуса просто невероятный. Джеймса Поллока, он точно переплюнул. Слушайте, ну прям вот, вы согласитесь, вообще классно. Я просто голову отключил и... Вот, вот что значит отключить голову. Только мужчины, мне кажется, могут настолько отключить голову. На самом деле мы здесь кайфанули, почувствовали свободу. Ну, сами видите, эмоциональный фон, экспрессия просто зашкаливает. Самарская художница Екатерина Пригарни использует арт-практику «Голос сердца». Через медитацию слушать голос своего сердца и выражать его через рисунок. Почему говорят, что иногда картины помогут лечить? Ну, это на самом деле так. Потому что вот она, это идет обмен энергетикой. Вся энергетика, она вокруг нас. Мы все сотканы из нее, да? Все в области силы находимся и черпаем ее всюду. Вот, абсолютно. Это техника работы с метафорическими картами. Я создала колоду на основе своих картин. Метафорически называется «От образа к действию». То есть человек в абстракции в определенный момент, каждый день, видит что-то разное, разные образы, которые я не рисую специально, они проявляются, и это зависит от каждого из вас. И почему от образа к действию? Человек находит какой-то образ, который откликается ему в данный момент, и его стимулирует действовать. То есть можно, это подходит как коучевский инструмент, то есть можно заниматься целеполаганием, находить образ и заставлять себя действовать. Фестиваль под открытым небом проходит на территории глэмпинга «Лисички-сестрички». Модное понятие глэмпинг появилось в нашем обиходе сравнительно недавно. Это слияние двух слов «гламурный» и «кэмпинг». Отдых на природе с комфортом гостиничного номера. С каждым годом глэмпинг набирает все большую популярность. Душ, уборная, холодильник, кондиционер. Удобные спальные места и потрясающе красивая природа за окном. Сказочный экологичный отдых, за которым не нужно далеко ехать. В Ширяево артезианские скважины, и воду тут можно пить прямо из-под крана. Домик «Лисички», «Совы», «Терем», «Зайки», «Норка», «Барсука» – уже сами названия домиков притягивают к ним внимание. На самом деле реализация мечты. Когда я мечтала быть хозяйкой отеля и при этом жить на природе. И тем более такое место шикарное в Ширяево, то есть мое любимое место. С этого места начинался наш центр «Ура» много лет назад. В 1999 году мы возили на источник каменной чаши и всегда мечтали сюда привозить людей. Потому что здесь на самом деле мечта силой. И вот так все сошлось, что нам удалось здесь при поддержке Гранта Ростуризма реализовать проект глэмпинга. Это очень модное нынче направление, когда можно пожить на природе и при этом с комфортом. У нас представлено пять деревянных домиков и три купола. Фестиваль – это наш проект, который выиграл в президентском фонде культурных инициатив. Называется «Фестиваль-марафон «Жигулевский фор». Творческий фестиваль продлится до конца лета. Мастер-классы от художников из разных городов будут проходить на территории глэмпинга и художественного музея Ширяева. Даже если вы считаете, что совсем не умеете рисовать, стоит довериться своей интуиции, включить фантазию – и все получится. Но самое главное, что этот фестиваль проходит под открытым небом, на фоне пейзажа с полотен великих художников. И мы можем себе позволить вот эту роскошь, которая дана не всем, только избранным. Я сейчас себя чувствую именно избранным человеком, которому Вселенная посылает такое изобилие. Поэтому спасибо большое этому фестивалю. Я лично буду всем рекомендовать посещать подобные мастер-классы. Очень вдохновляющее пространство. Конечно же, творчество, оно просто невероятно влияет на сознание. Можно даже сейчас наблюдать за мной, как в таком каком-то расслабленном состоянии нахожусь, напитанной энергией, вдохновленная. Прям вот довольна результатом. Солнечные краски, позитивные эмоции и новые горизонты, казалось бы, таких знакомых мест, подарила эта поездка журналистам и блогерам региона. А проект «Поехали» продолжается. О новых маршрутах и удивительных местах родного края расскажем совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»!